Хэй хэй, здоров народ, какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Hailplay, надеюсь у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение, потому что мы с вами сегодня продолжаем... Хэй-хэй, здоров народ, какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Хэлплей. Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение. Потому что мы с вами сегодня продолжаем наблюдать трогательную историю в игре под названием Finding Paradise, где мы продолжаем помогать умирающим людям исполнять их желания и мечты. А, ну а перед тем, как продолжить, в общем-то, давайте брочаёк. Не хворайте. Ах, ну и как вы помните, мы с вами остановились в музыкальном классе. Нас кидает то от детства до старости, то от старости до детства. Ну, в общем-то, да, никак мы не можем протянуть временную линию до какого-то среднего промежутка жизни. Неужели совсем ничегошеньки не осталось, мисс Миллер? Неа. Это твой инструмент, привыкай. Заметка Вилончель. В детстве любил играть на Вилончель, а хрен там. Вруша-вруша, дядя Хрюша. О, да ты в начальной школе как родной. Отставив твои детские подколы, Ева, хочу просто к сведению сообщить, что в этом месте чувствую себя словно на площадке какого-нибудь независимого французского фильма. Эээ, что? Что здесь может вызвать подобное чувство? Не знаю, просто ощущение такое. Хе-хе, ну и французская музыка заиграла. Так, а, Вилончель. В детстве Колин ненавидел играть на Вилончели. Если я хотела что-то другое, нужно было занять очередь пораньше. Блин, это напоминает мне мою историю, когда меня заставили играть на кларнете, а я не хотел дуть в кожаную флейту, в общем. Да, да, я рассказывал как-то на стриме не раз. Эээ, не толкайся! Чёрт, скрипка моя, она такая лёгкая! Я возьму флейту, она влезает в мой рюкзак! Бедный парень, чёрт подерье! Что он делает? Думаю, считает ворон. Для продолжения требуется, понятно, три сферы. Ты видел? Он несёт эту штуку или она его? Сзади выглядит просто как парящий чехол. Стоп, там можно поговорить. Да, он вот-вот перевернётся! У меня ощущение, что это не точные копии с реальной местности. Похоже, его воспоминания весьма творчески смешались. Разве это не, эээ, предвращают общедоступные стабилизаторы данных? Эээ, да, но, может, сломались? Может, технический специалист тут вообще-то ты? Да, я потом посмотрю. У парня явно полная свобода творчества над воспоминаниями. Ясно. Мы не можем с ними поговорить ни с кем. Он один сидит. Неужели никто с ним не поиграет? Ох, как неловко за этим наблюдать. Ева, почему все наши клиенты такие неудачники? Может быть, потому что здесь ты кретин? А, ну, в рамках закона о магнетизме это очень даже милый комплимент. Ха-ха-ха. Пусть побудет наедине с собой. А, погоди, он и так один. Так, у нас теперь есть три сферы. Мы можем с вами пойти и открыть... Открыть ту дверь. Пойдемте. Музыка какая-то неподходящая. Я бы на самом деле сделал какую-нибудь грустную музыку. Особенно, когда он сидит один. Колин? Колин? А, ответ С. Что? Спрошу еще раз, какой у этого круга радиус? А, где ты витаешь, Колин? Вон из класса, постоишь в коридоре. Музыка. Ясно. Опа. Ха, это, вероятно, наш билет отсюда. Ладно, думаю, мы достанем их, если просто... Не, я сам, дай подумать. Вон из класса, постоишь в коридоре? Так, можем что-то взять, да? Итак, смотри. Это что, чертовы волшебные па... Стой, ты не отключил? Мобильар Бузеу Людус Долус. Господи боже, господи боже. И вниз. Божечки, дети, вы это видели? Чувак. Сброс. Так, во-первых, отключай реакции на посторонние действия перед такими трюками. А во-вторых, это заклинание работает совсем не так. Вообще-то... Так, ты видела, как эта штука летела? Они точно видели, дурачок ты деревенский. Хорошо. Ага. В смысле? Ничего, думаю, я и так ждала, что ты снова начнешь нести чушь. Ева, ты знаешь, насколько изнурительно одновременно выпусти эти хадукены камехамеху? То есть, я профессионал, конечно, но и мне порой надо вздремнуть. Хорошо. Подготовить. Так. Так. Не-е-е. Пся. Полетели отсюда. О, мы снова у него дома. Да, но смотрите, только переезд, видимо. А, мы снова вернулись в период старости. Ну, нет-нет-нет, явно нет, потому что, видите, коробки запечатаны, мы только переезжаем. А, они, кстати говоря, переехали-то не так давно. И вот она, идеальная квартира для выхода на пенсию. Определённая. Хорошо, думаю, я всё поняла. А? Ну, мы ведь скакали взад-вперёд, не в случайном порядке, так? Тут прослеживается определённая траектория. Со всеми остальными пациентами мы начинали с последней точки и постепенно двигались назад. И в этом случае всё началось так же. Сначала, пока мы были в последних воспоминаниях, всё шло как обычно. Но затем нас как-то катапультировало. Самые ранние из доступных воспоминаний. Мы разобрались с ним и снова прыгнули назад. К старческим годам, откуда и пришли. Потом опять к ранним годам, но уже постарше. И вновь к старости, но моложе. Эти прыжки идут не в случайном порядке и формируют не абы какую траекторию. А траекторию спир... спиралиобразной орбиты. Почти как если бы нас затягивало по спирали в центр тяжести. А, центр тяжести. Термин, конечно, в неверном контексте, но что, по-твоему, там у причины? Некий... Ах, какой глубокий случай мелодраматической тоски, травмировавшей нашего славного джентльмена? Я не знаю, может дело именно в подобном воспоминании, но... Возможно, в чем-то другом. В чем-то другом? Что здесь может быть, кроме воспоминаний? Я же сказала, я не знаю. Просто мы повидали множество пациентов, но ни один разум так себя не вел. Что ж, можно утешиться тем, что этот случай хотя бы не обыденный. Посмотрим. Одна спальня с балконом, а чердак можно использовать как кладовку. А, Фред, это кто говорит? Как часто в квартирах встречаются чердаки, а? Не говоря о виде, о виде на озеро. А, все-таки это мужик. Я думал, о озеро с другой стороны здания, разве нет? Да, но это угловая квартира. Вы сможете увидеть его, если встанете с балкона... Поставите... выставите с балкона зеркало. Вот, возьмите брошюру. Так, понятно. Ты упоминал, что здесь есть балкон. Да, с него отличный вид, и учитывая высоту, вы определенно можете выпасть, и то есть... Да, балкон, он есть. А, район тихий. О, да, мэм, здесь тихо, как на кладбище. То есть... Да, тут спокойно. Простите, я впервые выступаю в роли агента. А тут у нас кухня. Если вы обратите внимание на стены, то заметите, что здесь не было ни одного пожара. Конечно, если бы... Если бы был, то тут точно бы все сгорело дотла. Это же квартира, все дела. А, в смысле, такого, естественно, не случится. Видите вы, кажись, осторожны, ребята, да? Ну, то есть, я имею в виду, что пожарная безопасность очень важна. Понятно, здесь был пожар. Ладно, извините, я просто в этом совсем новичок. Да, я даже удивлен, как он смог впарить этот дом в итоге. И, как вы можете видеть, вот почему этот дом называется домом с видом на озеро. Ну, то есть, прям, видеть вы не сможете, ведь озеро с другой стороны дома. Но, если вы выглядите с балкона налево, то сможете разглядеть кусочек. Но, не стоит, свалитесь. Ладно, пойдемте. Все, даже не дали сферу? Разве пару мгновений назад это была не простая брошюра? Видимо, он только что ее сложил, что не так? Но, если моя догадка верна... Понятно. Для памятного предмета довольно странно появляться незаметно для нас. Хм... В любом случае, это хотя бы удобно. Другого пути отсюда я не видела. Итак, что вы думаете? Ну, здесь тихо и спокойно. Мне нравится. Мне тоже, но... Понравилось бы еще больше, если бы ты, Фред, помолчал. Ага. Слова ничем не помогли. Совсем. Не будь ты братом друга моей кузины, мы бы уже отсюда ушли. Скорее, сбежали бы. Простите, ребят, я такой себе продавец. Так что, простите за прямоту, но вы берете ее? У меня уже есть депозитные взносы. Технически я могу с ним сбежать, но... Обещаю я. Хватит болтать, мы ее возьмем. Да. Хвала небесам, жена бы меня убила, не оформяй я продажу в этом месяце. Вы сказали, что вы музыканты. Так, эта комната идеальна для выступлений. Впрочем, для слушателей здесь места маловато. Так что вы, наверное, будете играть в одиночестве. Что довольно печально, но что-то я отвлекся. А еще осторожнее с этими ступеньками. Хотя у вас, скажи, железные бедра, так что это не проблема. Боже, это ужасно. Так, стоп, а где нам еще достать один? Может быть здесь? Нет. Нам не хватает еще одного. Может мы теперь можем пройти на чердак? А, судя по всему, нет. А, да. Окей. Чердак в квартире. Поразительно, не так ли? Думаю, остальную часть этажа занимает система отопления и прочее техническое оборудование. Если что-нибудь в здании рванет, пожалуй, случится это совсем рядом. Я тут пытаюсь тревожиться из-за прыжков памяти, а он ситуацию не улучшает. С другой стороны, как-то подозрительно, что они сделали кладовку именно здесь. Ну все, пойдемте. Время активировать предмет. Сейчас мы отправимся опять в его юность, но уже чуть постарше. Забавно, что здесь все необычно очень. То есть, видите, разработчик все преподнес как-то по-особенному. С множеством таких вот недоговорок, подозрительных недоговорок. Которые на самом деле безумно радуют. Так. А, все что ли? Одного было? Хорошо. Закинула обратно, а? Да, твоя теория пока подтверждается. Ладно, давай сделаем ставки. В смысле? Ставки на причину аномалии, конечно, твои предположения против моих. А, повзрослее уже. Тогда чур я первый. Ставлю десятку, что это из-за девчонки. Что внезапно стало романтиком? Не, просто в таких делах все всегда из-за какой-нибудь девчонки. Не все происходит из-за какой-нибудь девчонки, Нил. К тому же, думаю, мы видели достаточно его собственных воспоминаний, чтобы сказать, что он счастлив в браке и... Эй! Ясно. Ты что там делаешь? Да, ты! Я каждый день вижу, как ты стоишь там вот так. Куда ты все время смотришь? А, вот и ты. Ну, как тебя зовут? А, у тебя уже есть имя, да? Колин. Что? Я тебя не слышу. Я сказал, что меня зовут Колин. Чего? Твоя голень? Что? Чего? Нет. Давай я просто... Погоди, сейчас вернусь. Понятненько. Девчонка. Плюшевый рудок. Не похоже, что он с ним часто играет. Бедный рудок. Окей. Эй, я сейчас переброшу этот бумажный самолетик. Я кое-что на нем написал. Просто поймай его, хорошо? Я собиралась сказать, просто говори громче, но... Прикинь, она сейчас свалится, короче. Он станет свидетелем того, как девочка умерла из-за его бумажного самолетика. Это оставило травму в нем навсегда и... Ладно. И полетел. А, погоди. Глупый ребенок совсем не уважает законы физики. Ему всего 9, чувак. Слушай, все в порядке. Тебе нужно сконцентрироваться, хорошо? Просто смотри на меня и кидай так сильно, как только можешь. Если ты постараешься, уверенно ты сможешь. Я верю в тебя. Ладно, ладно, я смогу. Полетел. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха, видел бы ты свое решительное лицо. Это не смешно. Это не смешно. Ты не можешь запустить его против Федора, дурачок, как мне старайся. Что, по-твоему, должно было произойти? Ха-ха. Ха-ха-ха. Я в квартиру. Ха-ха. Ладно, постой, не уходи. Значит, Колин, верно? Я думал, ты не расслышала. Ну, знаешь, кажется, на самом деле я видела тебя по пути в школу. Какое отношение ты имеешь к... Ты ведь ходишь в ту, что прямо за лесом, да? Да. О, вот и я. Хожу в ту, что через дорогу от твоей. В частную школу? Ага. Повезло. Почему? Ну, потому что она вся такая эксклюзивная и стоит денег, все такое. Ну да, наверное. Но учатся там одни зазнайки. Правда? Не, я просто пытаюсь поднять тебе настроение. Эй, давай в следующий раз вместе пойдем в школу. Зачем? Потому что ты мне нравишься, дурачок. Глупости в тебе ровно столько, сколько нужно. И что это значит? Кстати, ты слышала о нападениях медведей в лесу? Нет, я видел только барсуков. Что ты слышала? А, нет, я тоже ничего не слышала. Но это и подозрительно, как-то слишком тихо. В любом случае, мы ходим практически одной дорогой, верно? Нам стоит держаться вместе. Наверное, да. Ого, как-то грозно выглядит. Что это было? Что? Она просто убежала в квартиру, когда они вышли. Не так уж необычно для детей бояться родителей. Когда я был маленьким, знал я парня, у которого была страшная мамка. Однажды видел, как она шлепала его кухонной лопаткой. С тех пор никогда не ел ее кексики. Так сказать, заметки надо еще прочитать, да? Девушка с балкона напротив. Фэй. Хм. Понятно. О, еще одни часы. Даже не вздумай что-либо сделать с ними, я с ними сама разберусь. Дай мне хотя бы снять их для тебя со сте... Нет. Просто... Не надо. Они невысоко висят, их вообще не нужно снимать. Какой странный ребенок. Хорошо. Зеленая тетрадь с прицепленной внутри ручкой. Плюшевая игрушка-рудок сидит в книжном шкафу. Милый блендер. Размытая записка от мамы Колина. Спонсор сегодняшнего концерта классической гитары. Корм. Мяу-ки... Мяу-кис. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Почему у нас не может быть такого цепляющего джингла? Можно только мечтать. Далее в марафоне классики «Крестный отец». Постой, я что-то захотел остаться и посмотреть. С другой стороны, хотел бы я, чтобы телевизор в детстве был полностью в моем распоряжении. Вы с Рудогом оба хотели бы... Почему он занимается ванной? Потому что из-за эхо ванной звук получается потрясающим, конечно же. А ты разбираешься в вопросе. Когда я играл на треугольнике, все время так делал. Ясно. О, даже сказочное эхо ванной не спасло от дерьмовости исполнения. Ладно, давай скорее выбираться, пока он снова не атаковал наши уши. Так выйти мы не можем. Нет, нет, куда? Я же нажал на часы, лол. Да! Мне куда? Так, стоп, давайте отойдем вот так вот. Некоторые блоки помогают вспомнить, некоторые забыть. Аааааааааа... Окей... Интересно, что же там произойдет? А я не помню, как его жену-то звали. Тебя вообще-то уже обыскались. Нервничаешь перед последним выступлением здесь? А, София, то есть там все-таки другая была девочка. Ааааа... Я не нервничаю. Просто я столько лет играла в этом театре. Так странно, что этот раз последний. Ну, чем черт не шутит? Мы всегда можем просто сюда прийти, и само то здание никуда не пропадет. Кстати, я видел, что ты собираешься играть. Не самая моя виртуозная работа, да? Ну, мне она в целом понравилась, но я думаю, что тебе нет. Со временем она мне полюбилась. Я так и знал! Совсем чуточку. Слушай, у нас есть еще немного времени перед началом концерта, верно? Сходи за виланчелью, поиграй со мной немного, это поможет мне успокоить нервы. А я-то думал, что ты не нервничаешь. Что ж... Что ж, ребята, на этом мы с вами и остановимся. Под эту прекрасную мелодию и интересно развивающуюся историю. Очень хочется посмотреть, что будет в финале. Прям вот не могу, прям вот все будет явно необычно. Я жду все-таки какого-нибудь хотя бы легкого шока. Было бы интересно испытать что-нибудь такое. Ну, а вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Подписывайтесь на группу ВКонтакте и группу в Стиме. Уведомления о новых роликах, музыка после прохождения игр, уведомления о стримах, сторонняя информация. Есть еще и я в ВКонтакте и канал на Твиче. Все ссылки в описании под видео. Не хворайте, не болейте. Всем пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал!